Всем привет! Несмотря на то, что я все больше и больше становлюсь похожим на китайцы, меня все еще зовут Денис, канал Дэнрос ТВ. Совсем недавно выложил 50-й, 50-й видеоролик из серии «Жизнь в Китае». Это очень много. Некоторые говорят, ты очень редко снимаешь. Можно снимать очень часто, но это будет бразильский сериал, который смотрят только старушки, а гои тоже перетирать. Я стараюсь снимать на разные темы. В общем, я считаю, что 50 видеороликов за один год. Совсем недавно исполнилось один год, как я живу в Китае. Пока один год без семи семья, через два месяца приедет. Это очень много. Плюс к этим 50 видеороликам были еще видеоролики наши в Китае, что там еще, китайские приколы, еще, возможно, что-нибудь. А сколько обзоров гаджетов было, я даже сосчитать не могу. Но сегодня я хотел поговорить о друзьях. Немножко, на самом деле, грустная тема. Я не знаю, много ли из моих зрителей жили долго за рубежом, то есть не общаясь со своими школьными товарищами, не общаясь, напрямую не общаясь, то есть не обнять там, не поцеловать со своей семьей, со своими братьями, сестрами. Я здесь уже был. Я не видел ни брата, ни родителей, ни тещу с тестем, которых я обожаю уже больше года. Это, на мой взгляд, очень долго. Я, честно говоря, очень сильно соскучился. Но на Чузбине без друзей очень сложно. Один из моих первых друзей и самых закадычных – это Влад. Но, к сожалению, совсем недавно и Влад уехал в Россию, скорее всего, на год. Но не знаю, вернется или нет. Первой была Ирина. Она уехала в Англию и прислала посылочку. Вот почему я этот видеоролик снимаю. Вот эта посылка пришла не напрямую из Англии. Ее муж Нишан привез ее куда-то в Гонконг, что ли. Там передал через друзей, друзья еще через друзей. И здесь в Шинчжене связались их друзья и говорят, у нас есть для вас посылочка от Ирины. Мы говорим, с радостью, с радостью. Пришлите нам, СФ, а мне заплатили 12 юаней, и вот она у нас. Друзья, на самом деле, это очень важно. Если кто-то считает, что он абсолютно независимый человек, может жить без друзей, без родственников, вообще один в лесу, вы очень сильно ошибаетесь. Попробуйте пожить несколько дней в запертой комнате, не выходя, не разговаривая на своем языке, и вы поймете, что вы были неправы. Что это такое тут? Вот. Ирина не говорила, что здесь. Она сказала, маленькие безделушки. Давайте посмотрим, что за маленькие безделушки она прислала из Англии. Маленькая история насчет Ирины еще. Вы ее можете посмотреть в двух или даже в трех, даже может в пяти видеороликах, просто вы не будете знать, что она там за камерой говорит. Маленькая история про нее. Когда моя жена с детьми сюда приехала, мы ей рассказывали про английский сериал «Свинка Пеппа». Она когда собиралась в Англию, она говорит, я ни разу про такой сериал даже не слышала. А сейчас из Англии нам... Она снимает, кстати, видеоблог, ссылку размещу в описании. Она из Англии нам пишет, говорит, «Свинка Пеппа здесь супер популярна». Итак, смотрим, что же здесь такое. «Таймс». Это, я думаю, да, это учебник для детей. Ну, она так и сказала, что это не нам подарки, это подарки наших детям. Первые слова на английском языке, из Англии. Ценность этих книжек не в том, сколько они стоят, а в том, кто их прислал, поверьте. Со временем... О, это что такое? Это... А-а-а, это щёточка. Прикольная щёточка. Я думаю, это щёточкой дети ничего не дадут делать, они будут сами ей играть. Пятки, наверное, тереть. И... Что? А это из Индии. А, вот, можете прочитать по-английски написано, я же по-английски читать не умею. Что-то из Индии. Ирина, прежде чем поехать в Англию, заруливала в Индию. Видеоролики про Индию тоже есть, можете посмотреть. Так, я хочу распечатать, посмотреть, что это такое. Это... Ммм, пахнет вкусно. Может, это индийский чай? Бомбей, сто, чапати. Какие-то три слона нарисованы. Кто помнит Советский Союз, индийский чай, три слона. Я не удивлюсь, если... Ирина, я извиняюсь, я знаю, что вы будете смотреть, мы до сих пор с ней на вы, потому что все люди, с которыми я общаюсь по работе, общался. Я с ними до сих пор не на вы, несмотря на то, что с некоторыми мы даже пили вместе. Что это такое? Что это? Ира, что это такое? Давай, открывайся. Смотрим. Хай Азиан Ти. Да, это индийский чай из Индии. Супер. Как я уже сказал, ценность этой посылки не в том, что в ней, а то, кто ее прислал. Пока я снимаю этот видеоролик, Лена с детьми находится в гостях. Я не скажу, что эта Ленина подруга очень хорошая, знакомая. И их семья тоже уезжает в Россию. Сказали, что на год. Но чаще всего те, кто уезжают, не возвращаются. Потому что сейчас в Китае... Некоторые думают, что приехав в Китай, здесь все медом намазано, можно миллионы зарабатывать, страна возможностей и все такое. Это страна возможностей, но это же страна разочарования. Я об этом уже говорил. И очень часто, получается, все идет не так, как хотелось бы. И многие, приехав, пробовав, некоторые прожив даже 5-10 лет, в данный момент времени уезжают назад. К сожалению. 50 видеороликов за год. Над некоторыми работал месяцами, над некоторыми несколько минут. Вот как над этим. Все. Пока.